ребята всем привет сегодня последний выход на лыжах этой зимой 24 февраля 18 года вот день выдался просто замечательные ребята видим следы это я в лес еще не зашел вот только только захожу ну и сегодня по плану простая обычная без каких-то подвигов лыжная прогулка как обычно посмотрим следы зимнее солнце на улице кстати сегодня где-то минус 15 но так как погода солнечная хорошая я все же решил выйти и тем самым закрыть зимний сезон в марте наверняка я так думаю по крайней мере до середины марта еще удастся пару выходов сделать на лыжах но загадывать не буду так что план такой и посмотрим что ребят из этой затеи у нас как обычно получится все потихоньку начинаю как ребят я когда-то и говорил что любой выход вот такой в лес когда вы собираетесь снимать он сопровождается такой дилеммой или вы просто отдыхаете гуляете наслаждайтесь природой или параллельно с этим начинаете вести съемку и вот те кто уже давно снимает это уже превращается в некую болезнь вот мимо таких картин ребят мимо такой красоты я пройти просто так вот реально не могу и получается что каждый там 5-7 минут достаешь камеру а ее нужно достать включить заснять убрать снова и получается такая вот вроде как с одной стороны и на природе но делаешь два дела одновременно посмотрите ведь березки красиво подсвечивает солнышком очень красиво вообще я просто балдею от таких видов и как хорошо что пока удается выбираться жизни может всякое быть но пока получается ну и вот как известно два дела начнешь делать толком не то ни другой не получится но и просто так пройти на лыжах мимо этих мест и не поснимать я тоже не могу я надеюсь вы меня понимаете вот получается такой дисбаланс я кстати в свое время пробовал камеру закреплять на голове на груди на ремень вешал с одной стороны удобно с другой стороны появляется столько тряски что от этой затеи я отказался вот видите следы у нас снова в общем очень интересно и очень прикольно и вот такие вот мысли я иду дальше и включусь уже где-нибудь там регулярно ребят прохожу мимо этого места зимой маршрута они редко меняются поэтому тут частенько вот бываю но каждый раз мне хочется вам его снова показать вы видите вот как мертвые деревья в снегу как они величественно стоят выстаивают и небось думают или нам дают понять наоборот что мы еще вы стоим нас еще рано списывать со счетов и так вот если думать вот в этом направлении на человека это все дело абстрагировать по сути они правы ребят вот я сейчас прошел на них посмотрел получил моральное удовольствие от этих картинок то же самое что и люди никогда человека я так думаю не стоит как бы это грубо не звучало списывать в отставники так скажем каждый из нас интересен в любой наш жизненный период вот я можем сказать сейчас на лыжах даже не еду а шлепаю потому что столько всего красивого вокруг я буквально не могу на чем-то конкретно даже сконцентрироваться пожалуй надо сейчас будет взять убрать камеру и просто ребята добраться куда-нибудь и там уже поснимать потому что от этой красоты просто кружится уже голова реально вот эти следы свеженькие снова вот вот они супер просто супер ребят не нужно куда-то далеко ехать чтобы найти красоту посмотрите несколько елочек молодых молоденьких видео то не тут такая вот такой пятачок их тут штук 10-15 растет но вот именно здесь привалило их снегом солнышком вот так вот подсвечивает но это просто капец какой-то вообще прикольно такое небольшое семейство вообще классно и заметьте не устану повторять ребят это все одни и те же места где мы с вами ходим всю эту зиму вот то есть просто вот по лыжне идешь и каждый выход как вы заметили всегда что-то по-новому абсолютно как и сегодня какие-то вот сыгробы новые появились как-то все подсвечивает по-другому в общем красотень просто балдею ну надеюсь и вам ребят нравится продолжаю ребят идти всем знакомые места и пока все супер солнышко пригревает капитально даже не верится что на улице мороз а я еще разогрелся сейчас и вообще шикарно настроение просто офигенное просто супер и лыжня кстати накатанная хорошая а я сегодня еще и лыжи обработал смазал с помощью утюга так что какой-то глобальной усталости пока особо и нет капюшон я надел накинул из тех соображений что в данном костюме в куртке вот горло закрывается если капюшон на голове если его сейчас скинуть то во время движения горло потихоньку воротник вернее опускается там затягивай не затягивай его горло открывается все-таки это не очень хорошо поэтому в капюшоне конечно не очень удобно сейчас в капюшоне жарковато но у меня обычная прогулка то есть я не на время иду поэтому нормально полюбуйтесь красотами как клево главное снежок еще блестит вообще класс просто класс ребята закрытие зимнего сезона я считаю на славу лучшего и желать наверное нельзя посмотрите ребят какие прикольные следы видите вообще классно вообще класс ну я дошел до нашего места куда мы с вами ходим до речушки я вот смотрю здесь лыжня это я вот тоже ходил здесь потом после меня еще кто-то прошел я предполагаю что она идет до вырубки сейчас по ней пройду и посмотрю в тот раз я до вырубки дошел и развернулся потому что снег проваливался сейчас вроде вот на той неделе сейчас он поплотней и может быть там сделали лыжню если так тогда маршрут сегодняшний будет вообще классным зачетным сделаю большой круг если нет вернусь попью чай вот здесь вот в этом березняке ну там около реки ну и обратно в принципе уже настроение отличное погодка просто вы сами видите какая тут комментариев никаких не нужно не излишне я так думаю все и так видно бывает такое вот стечение обстоятельств когда просто повезло и это говорит о том что и в жизни так же можно биться биться над чем-нибудь всю жизнь и как говорится остаться без результата а есть еще фактор ребята везения поэтому ко всему нужно наверное относиться философски я так стараюсь не всегда конечно получается иногда и психонеж бывает но по большему счету стараюсь вот именно такой подход в себе вырабатывать ну ладно камеру сейчас уберу а то мне идти неудобно видите палки в одной руке меня заносит иногда и прогуляюсь по лыжне посмотрим куда она ведет ну что ребят пока иду и пока лыжня вроде бы есть посмотрим будет ли она там дальше как хорошо снег ребят вот я сейчас камеру немножко вот так вот подвигаю не знаю видно вам хотелось бы конечно чтобы вы увидели блестит вообще прям какая-то радость хочу еще кстати видите вот заяц был смотрите вон его следы идут видите вон следы вот они идут а здесь вот его эти вот шарики лежат видите это зайчик ребята зайцев полно вот он его след кстати вот зимой ну я не знаю как ребят у вас а у меня когда я хожу на лыжах не всегда получается правильно дышать имеется ввиду носом то есть дышишь носом но так или иначе все равно и ртом еще захватываешь воздух и понятно что пока идешь кажется тепло хорошо а на на самом деле то прохладно и наглотавшись холодного воздуха можно горло и застудить так вот еще давно еще в школе объяснили мне один принцип который в какой-то степени немного это дело профилактирует в общем язык поднимайте к небу вот и получается что у вас если вы дышите ртом воздух попадает на ну как бы на нижнюю часть языка на нижнюю поверхность а уже потом дальше поступает в дыхательные пути и языком так как он довольно таки серьезно снабжен кровеносными сосудами воздух в какой-то степени немножко и согревается ребята как раз то что и требуется естественно это сто процентов не убережет от заболевания все равно можно переохладиться заболеть все но когда получается этот процесс контролировать я делаю так вот такой простенький способ вот они видите следы вот они зайчи что касается лыжни здесь она уже намного хуже и видно что по ней прошли всего может раз-два вот я тогда один раз прошел но после уже был снег выпадал на той неделе сюда я не ходил но след был в эту сторону поворот вот видно что лыжня очень такая слабенькая в один проход вот даже палки видно видите ну даже может в два прохода вот раз потому что вот два отверстия может быть как раз мой проход и кто-то еще шел и все но в принципе если сейчас там дальше хотя бы такая лыжня будет я может быть пройду а может быть и нет потому что тут что-то как-то тяжеловато ладно посмотрим сейчас ну вот ребят в тот раз я остановился вот здесь вот а лыжня видите идет дальше немножко сейчас прогуляюсь по ней ради интереса посмотрю как и что но что-то мне подсказывает что все будет нормально ну и тогда получится лишних километра три-четыре еще приплюсуется тут круг такой получается достаточно серьезно само по себе мне это место очень нравится летом осенью весной я здесь хожу здесь и болотца есть в стороне место замечательное посмотрим что будет сейчас потихоньку ребят иду с переменным успехом один раз чуть не упал вот за такие вот березки зацепился палкой ну а так в остальном вроде бы все прикольно все нормально на улице хорошо красиво единственное здесь вот на этом участке скорость передвижения вообще очень медленная поэтому потихоньку стал подмерзать но по всем так сказать прикидкам вот то что я знаю здесь метров 300-400 еще осталось идти ну а потом там будет поле уже деревушка я думаю там маленько разогнаться можно будет потому что здесь вот участок такой не особо удобный для скоростной ходьбы на лыжи вот видите вот так вот они растут снегом приваливает вот когда идешь лыжи например под него заезжает а ты не видишь или палкой вот так вот цепляешься вот так вот раз и можно хорошо упасть вот когда двигаешься этих моментов порой просто не замечаешь потом потом я помню у меня были такие падения что так вот свалишься лыжи под снегом между собой путаются снега здесь на самом деле много вот видите вот вот какая глубина вот раз и он туда ну сколько сантиметров 40 точно есть есть и глубже участки и из такого капкана не так-то легко потом ребята выбраться и вот сидишь ковыряешься я на самом деле сейчас просто вот испытываю некое наслаждение потому что во-первых это физическая нагрузка это хорошо во-вторых как ни крути я немножко маршрут все равно изменился некая новизна присутствует вот видите вокруг как все вообще супер вот так вот смотришь кажется не холодно но стоит минут 5-10 постоять все пробирает поэтому я сейчас камеру снова отключаю ребята и уже буду двигаться наверное до более открытого участка чтобы там маленько разогреться вот такой план красиво природа как кто-то сказал из подписчиков вернее не так не природа лес он не может не радовать вот так было сказано вот видите а тут следы прям прям рядышком со мной вообще класс а ребят забыл сказать и самое вот то что меня прям вот сейчас вообще супер снег белый кто ходит в лес на лыжах регулярные вылазки делает прекрасно знает что вдоль общественной лыжни почти весь снег приобретает желтый оттенок не буду говорить как это получается каждый сам знает это не очень приятно мягко говоря но вот здесь отдалившись идешь испытываешь полное единение с природой полную радость и свежесть ребята и чистоту вот тоже хотел на этот момент обратить внимание вот что творят зайцы натоптанная зайчья тропа это капец тут прям у них маршруты вот видите что делают лазят как эти тут их тысячи наверное вот зайчи типичный хороший след все я отключаюсь иду дальше согреваться вот ребят я выбираюсь на открытый участок о чем я и говорил летом я сюда ходил иван чай собирал грибы собирал здесь просто гулял и вот такая красотень на выходе из леса до дома конечно еще далеко но это своеобразный рубеж своеобразная такая вот точка за этим вот сейчас лесом начинаются поля и там уже по открытой местности придется идти ну и можно я так думаю будет немножко разогнаться погреться на солнышке тем более вот прям как двери какой-то сказки видите как красиво вообще вот я так думаю наверное стоит пройти энное количество километров устать чтобы посмотреть вот на такие ребята замечательные виды я надеюсь вам это все нравится ну а мне вот дальше вон туда вот за деревья и оттуда еще потом пару раз может быть включусь я ребят вышел к одной из деревень под высоковольтную линию летом я ходил в ту сторону в ту сторону он туда в принципе ходил и в ту сторону но сейчас попробую пройтись вот туда здесь видите техника ходила вроде как дорога накатана более-менее пройдусь пройдусь прогуляюсь легким ходом ну и отсюда где-то через километр примерно полтора должен быть поворот направо направо ну и там наверно свернул посмотрим вот такой у меня план ну вот ребят иду по накатанной дороге идти в принципе достаточно удобно иногда коньковым ходом иногда обычным иногда вообще не пойми как но идти нормально прям ощущается скорость встретил сейчас две машины там я так понял за бревнами поехали расчищали вот этот вот участок наверное под восководкой и собирают древесину наверное не знаю здесь ветерок но на солнышке как я и предполагал я реально немножко прямо это согрелся приятно и хотя усталость уже сказывается до дома еще у ее исконка но вот на этом участке я иду в принципе хорошо можем даже сказать в какой-то степени отдыхаю вот тут лыжня рядышком пошла человек шел я примерно знаю кто это шел но пока я иду по дороге здесь лыжи не проваливаются и накат более-менее хороший вокруг как обычно красота позади меня одна деревня впереди вон там вторая и я предполагаю что между ними наверное эта лыжня и пойдет хотя есть у меня такие мыслишки что она эта лыжня и дальше эта деревня идет тогда еще прибавляется километра два точно в общем посмотрим сейчас так как я уже весь вспотел сырой главное пусть медленно пусть как но идти надолго не останавливаться чтобы не замерзать пока двигается вроде как нормально ну все иду до следующей ключевой точки там наверное еще разок включусь прогулка ребят продолжается устал я так что вообще встретил уже несколько автомобилей навстречу шли люди небось думают что он тут делает вот идти еще реально далеко а сил а сил уже нету сейчас план у меня такой дойти до реки там ручей который в тот раз мы с вами переходили до него километра наверное 3-4 точно идти далеко и у ручья я хочу попить чай просто я знаю себя если сейчас попью чай у меня сил вообще закончится а у ручейка можно там потому что до дома останется тоже где-то километра 3-4 вот так пока вот так иду быстро здесь тоже не получается здесь вот почти в лед дорога накатана ну так не торопясь иду не торопясь в принципе в принципе я считаю ребят для закрытия сезона это зачет давно я мечтал пройти этот маршрут с того года или в позатом году я ходил по нему один раз а в этом не получалось ну и вот наконец-то наконец-то я здесь теперь главная задача добраться до дома и упасть на кресло потому потому что реально тяжеловато но красиво физическая усталость духовная радость продолжаем идти и посмотрим что будет дальше свернул ребят я с дороги прошел какое-то расстояние и смотрю началась лыжня то есть человек до дороги не дошел буквально метров сто вот он шел шел делал вот эту лыжню а потом развернулся вот ну что хочу сказать сейчас вот места уже в принципе знакомые мне вот прямо и немножко правее взять видно что на поля вот свезли он видите черный куча лежат вон там это навоз и помет удобрения будут все это раскидывать потом здесь немножко запах даже доносится периодически такие просторы и я иду и главное дойти потому что силы на исходе и кстати вот когда говорят что когда устал там зимой все хочется присесть отдохнуть вот реально сейчас у меня усталость такая хорошая и очень ребят очень хочется где-нибудь остановиться посидеть вот так лыжи снять ну и как известно если это сделать где-нибудь в лесу в горах где нет людей где не контролируешь свои чувства ощущения можно уснуть и все поэтому надо двигаться вот сейчас на какую-то еще выхожу это то ли лыжня это то ли тут на снегоходе прокатились ну да это от снегохода наверное или от трактора я не знаю вот сейчас пойду туда выход конечно сегодня вообще очень знатный очень а усталость такая что недели на две хватит ребят увидел большое гнездо летом сюда подойти сложно потому что тут канава какая-то и вода регулярно стоит а сейчас можно вот видите следы сдачи а вот само огромное гнездо вообще отстроено видите какое большое я уж туда не полезу близко потому что на лыжах неудобно но вот так оно смотрится сейчас сделаю еще пару фотографий еще прикольно целая конструкция инженерная мысль еще класс супер пью чайок ребят и согреваюсь и за ваше здоровье но сегодняшний выход наверное подошел к концу можно так сказать я снова вышел вот на этот подъем как в прошлый раз вот здесь вот поднялся ну и отсюда мне идти километра два наверно два с половиной до дома выход сегодня удался вообще на славу хорошая дистанция пройдена с погоды повезло это закрытие ребят лыжного зимнего сезона следующий выход уже будет наверное весной в первых числах марта а может и не будет вам ребят спасибо что смотрите я надеюсь многим из вас нравится все то что я делаю если вам нравится мне это для меня это как такой поток свежих сил вам всем удачи добра главное ребят здоровья чтоб все было у вас нормально ну а будут силы буду снимать буду показывать буду делиться с вами своим настроением свои мыслями и заметками ну на этом все пока ребят а вот ребят следы лося прям подошел вообще близко к деревне вот видите раз и вон они пошли вон туда лосиный след интересно что до деревни здесь 100 метров то есть подошел практически вплотную ребята вот он видите он же вот он то есть здесь топтался где-то здесь ходил говорю метров что до первых домов подходит они зимой да и летом тоже наверное главное но тоже наверное Продолжение следует...